Как развить себе женственность и чего женственность состоит на самом деле? Почему вы, дорогие женщины, потеряли в своё время вот эту самую женственность? И что можно сделать, чтобы вы могли вернуть себе свою женственность и стать по-настоящему природно счастливыми, гармоничными женщинами? Потому что женщина, которая находится в женском состоянии, в настоящем женском, она по-настоящему счастлива, она наслаждается своей жизнью. Обо всём этом поговорим в этом видео. Приветствую! Меня зовут Павел Кольсов, я тренер, коуч, психолог. Я уже более 20 лет и помогаю людям построить свою жизнь, сделать её по-настоящему гармоничной, счастливой, успешной, в том числе помогая женщинам разобраться со своей женственностью так, чтобы ваша жизнь, дорогие женщины, вас радовала по-настоящему. Так вот, что необходимо сделать для того, чтобы вы... Ну, я это видео пишу для женщин, надеюсь, что меня смотрят женщины. Чтобы вы могли себе вернуть женственность, необходимо разрешить себе два качества. Необходимо разрешить себе быть красивой и делать для этого что-то, и необходимо разрешить себе быть нежной, необходимо разрешить себе быть слабой. Потому что вот эти три качества, красота, нежность и слабость, это самые главные женские качества. Именно эти качества практически все мужчины ищут в женщина. Почему это важно? Потому что до тех пор, пока вы сильная женщина, вы не будете женственной. Вы можете быть богатой, успешной, преуспевающей и так далее, какой угодно, только неженственной. А когда женщина, она неженственная, она несчастливая. Потому что она играет не свою роль, является не собой, живет не свою жизнь. А почему же женщина становится сильной женщиной? Почему не позволяет себе расслабляться, быть слабой? Почему женщина становится мужиком в юбке? Потому что женщина в силу каких-то жизненных обстоятельств выращивает в себе очень сильную мужскую часть. Из-за чего это происходит? Это происходит, естественно, в детстве. Обычно это идет из детства. И это происходит из-за того, что девочка в детстве не чувствовала себя защищенной, не чувствовала, что она под защитой. Это бывает в трех основных случаях. Первое. Если в семье, где девочка воспитывалась, не было отца, и девочка росла в неполной семье, только с мамой. А потому что папа ушел из жизни, он там умер, или он там ушел из семьи, совершенно не важно. Важен только факт отсутствия отца, что воспитывалась только девочка, плюс что мама воспитывала только ее девочкой. И не было сильной мужской фигуры, которая могла бы девочку защитить. Либо вариант номер два. Когда отец в семье был, то есть там была девочка, мама и папа, но отец был слабый, слюнтяй, слабак, а мама была сильной женщиной. И тогда, собственно, девочка от мамы скопировала эту привычку быть сильной. И третье. Причина, почему девочка выращивает в себе очень сильную мужскую часть. Если вот эта самая третья фигура, то есть девочка, мать и отец. Если отец в семье был, но отец был тиран, деспот, который постоянно орал, натургался над девочкой, и, собственно, во всех этих трех случаях, когда отца не было, там, либо он умер, либо ушел из семьи, когда отец был слабый, слюняй, слабак, а мама была сильной, либо когда отец был тиран и деспот, все три таких ситуации, кстати, какая из этих ситуаций ваша? Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Вы воспитывались в какой семье? Первое. Когда папы вообще не было, потому что папа, может быть, умер, или там ушел к другой женщине, либо когда папа был, но всем заправляла мама, а папа был слабак, слюняй, и третий, если папа был, он был сильный, он был сильный вот все время, он там как горилла, орал, бил посуду, там, бил там маму или вас. Вот какой случай из этого у вас? Это уже три самых частых случая. Напишите в комментариях, вот что из этого про вас. Если вот происходит одно из этих трех ситуаций, в детстве у девочки, она лишает самого главного, вот это чувство защищенности, потому что нет такой вот сильной мужской фигуры, которая могла бы ее обнять, сказать, я тебе позабочусь, я никому не дам тебя в обиду, а у тебя будет все хорошо, я тебя защищу, я помогу тебе со всем справиться. И вот такое чувство, женщина, возможно, вас нагорчит, может дать только отец, только папа, только мужская фигура. Потому что если мама начинает давать вот это чувство девочке, я тебя защищу, я тебе никому не дам в обиду, кем начинает становиться мама? Мама начинает становиться сильной женщиной. И девочка начинает с нее копировать эту программу сильной женщины, и в итоге Херам полностью разрушает свою женственность. Собственно, во всех таких ситуациях девочка выращивает в себе сильную мужскую фигуру, становится сильной, и она, такая девочка, навсегда лишается женского счастья, того счастья, которое ей предназначено природой. Что с этим можно сделать? Перестать выращивать в себе вот эту сильную мужскую часть, принять свою женственность, разрешить себе быть красивой, слабой, нежной. И как это можно сделать, я рассказываю на вебинаре ваша внутренняя женщина, знакомство с собой. Потому что, скорее всего, вы себя не очень знаете, скорее всего, вы не очень понимаете, как работает ваша психика. Потому что если вы с этим хорошо понимали, вы бы скорее такие видео, как я вам сейчас показываю, не смотрели, скорее бы эта тема вас не интересовала, вы бы скорее всего уже были бы предельно счастливы в ваших отношениях. Но если вы смотрите видео с темой, как развить женство на себе, скорее всего у вас какие-то терки в отношениях, и терки в отношениях происходят как раз с того, одна из основных причин, что вы сильные, я со всем справлюсь, я всех победю. Собственно, что вы могли себе лучше разобраться, я как раз приглашу вас на мой вебинар, ваша внутренняя женщина знакома со собой. Я гостеряюсь, пожалуйста, по ссылочке под этим видео. И ваше внутреннее состояние, оно гораздо важнее, чем то, во что вы одеваетесь, что вы на себя напяли. Потому что если вы внутри напряженно, жестко, я ожидаю удара от этого мира, я ожидаю, что меня подставят, я ожидаю, что будут какие-то сложности, то это будет решаться у вас на лице. А напряженное женское лицо, когда эта женщина с гневом, со злостью, с печалью, с огорчением смотрит на мужчин, оно мужчин отталкивает. Сколько бы слоев косметики на таком напряженном лице не было нанесено. То есть, женственность у женщины, к сожалению, не создается только тупо переодеванием в красивую одежду. То есть, красивая одежда – это важно, это хорошо, это чудесно, но просто красивой одеждой вы себе состояние женственности не создадите. Если вас там 15 лет отец третировал, вы что думаете, вы натянете юбочку и тут же вас заиграют все женские энергии? Черт из-два, так не работает, к сожалению. Женственность создается в первую очередь работой с собой, со своим внутренним состоянием, со своими частями личности, с вашей психикой, с тем состоянием, в котором вы живете. И как с ним работать, что сделать, чтобы вы могли прокачать свое женское состояние, я и буду рассказывать на вебинаре. Регистрируйтесь, пожалуйста, по ссылочке под этим видео. И если у вас есть какая-нибудь подруга, которая тоже интересуется темой, как развить себе женственность, пожалуйста, поделитесь с ней это видео, что вы могли развивать женственность вместе. Потому что, когда две женщины учатся вместе быть красивой, нежной, слабой, это обычно проще. Потому что мы существа социальные. Нам большинство процессов проще делать вместе, чем по одиночке. Потому что не зря говорят, один в поле не воин. И в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, какой у вас опыт, получалось ли у вас там развивать женственность, если вы мужчина. А как вы относитесь к женщинам, которые говорят, напряженные, которые сильные, я всех победю. Потому что, милые дамы, чем опасно то, что вы живете в состоянии, я сильно, я со всем справлюсь. Тем, что когда вы живете, я сильно, я со всем справлюсь, вы притягиваете к себе слабых мужчин. Слабаков, хлюпиков, слюнтяев, недорослей, инфантилов. Потому что, не знаю, к сожалению или к счастью, когда мы говорим про отношения, в отношениях всегда один кто-то сильный, второй кто-то слабый. И если сильная женщина, то слабым автоматически становится мужчина. Потому что два сильных медведя в одной берлоге не уживутся. Это наивная надежда сильных женщин. Да, я такая сильная, я хочу мужика еще сильнее, чтобы он меня победил, чтобы он зарабатывал деньги. Теперь представьте, сильный мужчина – это мужчина, который зарабатывает хорошие деньги. Это либо бизнесмен, либо руководитель, либо топ-менеджер. У этих трех категорий мужчин обычно проблем вот так вот в их деятельности. Они обычно приходят, когда с работы домой, они уже вымотаны, им уже, в общем, не до чего. Как вы думаете, вот такой мужчина, который зарабатывает много денег, предприниматель, крупный руководитель, топ-менеджер, хочет ли он драться со своей женщиной? Хочет ли он доказывать, что он на самом деле крутой, постоянно с ней выяснять отношения, скандалить и доказывать, да я мужик. Большего мужиков-то нахер не нужно. Потому что успешный, сильный мужчин, когда они приходят домой, они хотят что? Они хотят расслабиться. А расслабиться он может как раз в объятиях красивой, нежной, слабой женщины. А если женщина сильная, с ней приходится воевать, то у мужчин через какое-то время возникает вопрос, нахрена такие отношения. В общем, вот эта тема, она в регионах провинции не очень актуальна, она очень актуальна в Москве. Потому что в Москве дохрена сильных, богатых, успешных женщин, которые одиноки. Причем потому что они сильные. Они не позволяют себе быть слабой. Они надеют, что придет более сильный мужчина, который их там покорит. Большинство сильных мужчин ему не нужно. А женщина, с которой нужно дома воевать. Ему нужна женщина, которая может его обнимет, погладит, расслабит, чтобы мужчина мог сбросить стресс и мог на следующее утро опять вставать в бой, идти в эту саванну, валить мамонта и тащить его домой. Для этого нужна как раз ваша женственность, ваша красота, ваша нежность, ваша слабость. Чтобы вы помогали мужчине справиться с тем стрессом, с которым он неизбежно сталкивается в своей работе, в своей жизни. И тогда получается все гармонично. А если, собственно, тут два сильных, которые между собой дерутся, никакой гармонии, никакого счастья в такой семье не будет. Ну что, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, что вы думаете. Если вам интересно разобраться, ну и вы женщина, вам интересно разобраться в том, как стать более женственной, как себе это прокачать, как развить, из чего она состоит, какие есть этапы, пожалуйста, регистрируйтесь на вебинар под этим видео. Если вам это видео понравилось, нажмите, пожалуйста, на кнопку лайк, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео, потому что я планирую записывать следующие видеоролики. Потому что мой канал посвящен тому, как быть счастливым человеком, зарабатывать много денег, кайфовать о своей жизни и быть настоящим достигатором, у которого в жизни все легко получается буквально по щелчку пальцев. Ну а как сделать, чтобы вы могли у себя легко буквально по щелчку пальцев начать раскрывать суженность и получать совершенно новые результаты в жизни, как-то восхищенные взгляды мужчин, много подарков, цветы регулярно, поездки там за рубеж, там, не знаю, шубы, бриллианты, машины, в общем-то, что вы хотите, потому что такое получают именно женщины, которые умеют раскрывать свой женский потенциал рядом с мужчиной, и мужчины на это как раз летят как пчелы на мед. Так что, пожалуйста, регистрируйтесь на вебинар и до встречи на вебинаре. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru и да пребудет с вами сила и любовь. Я в вас верю. У вас все получится. Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас. Счастливо. До встречи в эфире.